Ночью примерно в полночь наряда дорожно-патрульной полиции вызвали в одной из кафе города. Молодые девушки, отдыхавшие в заведении, заявили, что их избили. В 12.30 к нам поступил вызов с пульта стрела о том, что произошла драка в кафе Кентукки на проспекте Талкихана. Прибыв на место происшествия, мы обнаружили девушку, которая рассказала, что неизвестный мужчина ее избил и, сев в машину, скрылся с места происшествия. Мы передали на пульт сову ориентировку на подозреваемого. Прибытию полицейских нападавшего на место не оказалось, а девушки не смогли ничего объяснить полицейским по поводу происшествия. Не решились они и попасть в объектив видеокамеры. Ответьте, пожалуйста, нам, если вы вызвали полицейских, что произошло? Вас действительно кто-то избивал? Зачем вы звонили на номер 102? Девушек полицейские доставили в Альфарабийский отдел полиции. Мы доставили девушек в РУВД для того, чтобы они в письменной форме подали заявление. Поздно ночью к полицейским дорожно-патрульной полиции за помощью обратился еще один молодой житель города. Будучи в нетрезвом состоянии, он сделал ставку в бухтмекерской конторе. Но, оставшись без денег, попросил полицейских помочь их вернуть. Примерно в 5.30 утра к нам с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что сделал ставку в одной из бухтмекерских контор. Но его обманули и он денег не получил. Сам заявитель сказал, что ставку у него приняли незаконно. По его мнению, сотрудники бухтмекерской конторы не имели права принимать деньги у человека в нетрезвом состоянии. Мне не принимали, да, как выкинуть, да? Здесь я 15 тысяч или 17, короче, поставил. Ну, проиграл, а они взяли эту ставку. И не имеют права, по идее, править. Я же выбью в состоянии, по закону нельзя же. Я бы хотел, чтобы вернули мои деньги. Где находят эти бухтмекеры? На колосе вот один, да, это, и что? А какая сумма была? 17, от 15 до 17 тысяч. А вы их предупредили, да, что вы их сейчас в состоянии свободно контролируете? Ну, они видели то, что я не... Не, вы предупредили заранее или нет? Не, не предупрежал, но они видели то, что... А в других бухтмекерских сразу видели, сказали нет. Видите, шатались, да. Потерпевшего полицейские доставили в Альфарабийский отдел полиции для подачи заявления. Не, вокруг дымохода мусульман или подложено с перекрытием? Там бетон. Подложено с перекрытием? Бетон, бетон. Бетон. Очередное возгорание сотрудники противопожарной службы Шимкента зарегистрировали на улице Диваева. Здесь горел частный дом. По тревоге на вызов отправились пять спецмашин и 20 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На тушение огня борцам с огнем потребовалось 40 минут. В пожаре сгорели домашние вещи хозяев. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины пожара и сумму ущерба, нанесенного огнем, сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента.